Привет! На какие нюансы у ножа нужно обратить внимание при его покупке? В магазине при личном выборе, когда вы определились уже с моделью ножа, цветом, материалом, стоит обратить внимание на качество сборки и подгонки конкретного экземпляра. Если есть возможность пощупать несколько аналогичных моделей, обязательно рекомендую выбирать из нескольких экземпляров. Тут стоит оговориться, что есть бренды, как правило, они относительно дорогие, например, Zara Tolerance, Chris Reef, Rockstead, ну и другие, это не единственные бренды, у которых брака и огрехов ну просто нет. Их, грубо говоря, можно брать не глядя, однако, имея такую возможность, даже их я бы все равно осмотрел, ну пристально осмотрел бы нож. Основные огрехи бывают в механике складного ножа. Часть советов будет относиться и к ножам с фиксированным клинком, но в основном все-таки мы поговорим с вами о складных ножах. Значит, ход клинка. Ход клинка идеально должен быть плавный, без ощущения песка или скрежета при раскрытии ножа. Конечно, это можно устранить разборкой, чисткой и полировкой осевого узла, но хочется ли вам с этим заморачиваться на новом ноже? То есть, ход плавный, мягкий. В сложном состоянии идеально считается, когда клинок находится по центру между плашками рукояти. Опять же, данный дефект сборки является устранимым. То есть, это, ну, скажем так, не очень внимательная сборка, такая немножко спустя рукава, да? Но есть, если у вас выбор, то лучше, чтобы все было четко по центру, чтобы самому не устранять, ну и не мириться с какими-то кривостями нового ножичка. Далее. Значит, в разложенном состоянии клинок не должен иметь люфтов ни в одной из плоскостей. Исключением является ножи с фронтальным выбросом клинка, где небольшой люфт конструктивно необходим, ну, он там во всех плоскостях чуть-чуть, но присутствует. Также ножи с замком Backlock имеют, ну, небольшой вертикальный люфт, при силовом, как правило, резе он проявляется, то есть, так просто, ну, или прям при силовом таком шатании, да? Но это также обусловлено именно конструкцией замка Backlock, и это нормально. В остальных случаях горизонтальный люфт может и поправим затяжкой осевого винта, а вот вертикальный, это, как правило, проблемы с замком. Я бы от такого ножа с вертикальным люфтом просто бы отказался. Очень популярный замок – это Frame Lock. И схожий Liner Lock тоже, в общем-то, популярен. Считается, что идеально, когда он заходит, то есть, сам замок заходит на начало пятой клинка, так как со временем замок постепенно притирается с пятой клинка и все больше подвергается выбору выработки и продвигается к противоположной плашке ножа. А достигнув ее, со временем выработка будет приводить к вертикальному люфту клинка. В общем, на начало пяты это идеально. Подводы. Смотрим, чтобы они были максимально ровные, то есть, одинаковые. Это ни на что особенно прям не влияет, но эстетически лучше, когда все симметрично. Это, кстати говоря, тот совет, который относится и к ножам с фиксированным клинком. Качество заточки. Ножи Spider-C Enduro, как правило, из коробки строгают волос. Но, по крайней мере, у меня было несколько экземпляров Spider-C Enduro. И, насколько я помню, абсолютно все строгали волос из коробки. То есть, способны были разрезать волосинку вдоль. Другие ножи с заводской заточкой должны иметь остроту, которая способна брить волосы на предплечье или резать бумагу с выворотами. Этому соответствуют почти все новые ножи. А вот наличие заминов и блеска режущей кромки может возникнуть уже при хранении ножа в магазине или транспортировке. Ну, когда кто-то, например, взял нож в руки проверить и уронил его, например. Пусть даже с небольшой высоты, а там, например, на стол. Но, может быть, стол был стеклянный, образовался какой-то замин на режущей кромке. Вам оно нужно? Снова, как бы это поправимо. Нож можно подправить, но если у вас есть подобные навыки, то есть, опять-таки, может быть, точильные камни, инструмент, то есть, в общем-то, может быть, снова стоит посмотреть просто на другую экземпляр ножа и не морочить себе голову, когда это новый нож. Да, если хотите перепродавать нож впоследствии, то нож, имеющий заводскую заточку, ценится несколько дороже. Переходим к нюансам. Винты не должны быть кручены. Это обычно следы незаводской разборки, возможно, ремонта. У заводского ножа винты такое впечатление, что они их, ну, там, видимо, как-то крутят их так, что, ну, нет следов, что их крутили. Режущая кромка. При взгляде вдоль нее должна быть максимально ровная. Желательно, чтобы не было никаких вот волн по сторонам влево-вправо, то есть, вот прямая, просто режущая кромочка при взгляде именно вдоль. Значит, клипса. При ее наличии желательно, чтобы она не имела люфта при попытке ее пошатать. Да, я, к сожалению, такое встречал. Опять-таки, к сожалению, подделок на ножи довольно много. Китайские фальшивки могут иметь значительный разброс по качеству, как сборки, так и применяемых материалов, доверяя, как бы, свое, в общем-то, такое вот, со своей деньги, да, вот фальшивым ножам. Ну, не знаю. У меня к фальшивкам доверия нет. У меня большие вопросы к тем, кто их покупает. Даже если кто-то протестировал подделку, и она проявила себя хорошо, совершенно не факт, что спустя час, день, месяц, покупая якобы такой же нож, вы получаете такое же качество материалов. То есть, сегодня у китайцев валялось D2, и они ее на клинки использовали, а завтра она закончилась, и они консервную банку переплавили, а потом снова пришла D2, но ее по ошибке перекалили, или наоборот, не закалили. Рискуют-то они чем, не своим именем, а это же чужое имя, чужой логотип, репутация пострадает, ну и что, изменят логотип, чуть-чуть, может быть, форму клинка, и пойдут снова впаривать свои подделки уже под другой бренд, наивным покупателям, думающим, что они покупают реплику. На самом деле, репликой можно называть далеко не все. Репликой вообще, вот если Википедию откроете, то репликой может называться любая функциональная копия потребительского устройства, популярного, но снятого с производства. То есть, копия не снятого с производства устройства либо изготавливается по лицензии производителя, лицензионная копия, либо именуется подделкой. Да, реплика – это когда один в один, в том числе по материалам, по термообработке, по всем характеристикам. Причем, либо снятого с производства, либо по лицензии. То, что вы покупаете у китайцев – это фальшивка. Дело лично каждого. Но я бы рекомендовал по цене подделки купить более бюджетную серию, но все же заводского известного бренда. Потому что известность зарабатывается не просто так. Ах да, купив фальшивку, радости нет. Но согласитесь, фальшивая тысяча долларов – это совсем не радостно в сравнении с настоящей тысячей. Ну или десятью тысячами, у кого как. Разницы нет. Фальшивое золото – это совсем не настоящее. Резиновая кукла-подружка – это совсем не настоящее. Ну ладно, давайте я примеры попроще приведу. Поддельный замок. Ну, дверной обычный. Вот, например, у вас дверь входная. И вы поставили туда поддельный замок какого-нибудь известного бренда. Но не очень он защитит вашу дверь в сравнении с подлинным замком. Согласитесь. Качество – оно не только то, что вы видите снаружи. Оно еще и внутри. В химическом составе и так далее. Мне продолжать? Я против фальшивок. Я не против китайцев и заводских честных ножей от китайских честных брендов. Да, такие примеры есть. И я ничего не имею против честных заводских китайских ножей. Но я против фальшивок, которые люди самообманом называют иногда репликами и думают, что они купили то же самое и что-то выгадали. Желаю вам покупать только качественные ножи, которые будут вас только радовать. Всем удачи, всем пока.